мое почтение друзья микрофона фантаст и мы продолжаем вспоминать всякое годное старье из мира компьютерных и видео игр немногие сегодня вспомнят такую компанию как visceral games подарившие нам в свое время несколько неплохих проектов вроде игровых адаптаций властелина колец и крестного отца и прямо таки отличную серию хорроров dead space в 2009 году на волне успеха оригинального мертвого космоса компания решила сделать совершенно новый для себя проект в жанре слэшера который для некоторых стал проходником с кучей заимствований а для кого-то настоящий жемчужиной сокрытая от глаз широкой игровой общественности игра под названием dantes inferno появилась на свет в начале февраля 2010 года на консолях playstation 3 и xbox 360 а в конце месяца заглянула на портативку playstation portable авторитетные для меня в то время источники а именно обзорщики из игромании тогда раскритиковали от данте по всем пунктам из-за чего я стал предвзято относиться к игре и мое знакомство с ней раз за разом откладывалась хотя она уже занимала память на флешкарте консоли psp на которой я первый раз игру и опробовал весной десятого года мне пришлось слечь на неделю в больницу с аппендицитом а портативную консоль мне привезли на второй третий день стационара как сейчас помню на ней был один единственный фильм банды нью-йорка который я пару раз посмотрел за это время ну и две игры soul caliber broken destiny и как раз таки данте с инферно боже мой да всем насрать так вот адское приключение меня тогда буквально спасало от больничной рутины и скуки игра отлично погружала в себя на добрый десяток часов геймплей на очень сильно напоминала god of war а всем своим несомненно мощным визуалом навевала воспоминания о клайв barker's джерика жуткие локации и мерзкие демонические твари их населявшие были в обоих проектах и на мой взгляд разработчики данте с инферно почерпнули немало вдохновения из дико атмосферного испанского шутера 2007 года выпуска в общем не примечательный не вызывавший доверия слэшер оказался в конечном итоге не рядовым проектом с хорошим потенциалом и казалось большим будущем которому к сожалению не суждено было сбыться сюжет данте с инферно был ничем иным как вольной интерпретации литературного произведения божественная комедия за авторством данте алигери между прочим поэма стала настоящей классикой а сценарий игры действительно в целом опирался на книжный первоисточник но отличался по многим немаловажным аспектом это была история о данте нет не о том данте а рыцаре тамплиере которые несмотря на свою веру совершал многочисленные злодеяния во время третьего крестового похода что по ходу игры демонстрировалась многочисленными анимационными вставками в городе акко главному герою было поручено охранять группу сарацинских заключенных пока король ричард договаривался с султаном саладином о передаче крестоносцам священной реликвии в момент восстания пленников данте пришлось получить перо под ребро и встретиться лицом лицу со смертью в прямом смысле этого слова но отвечать за свои грехи молодой рыцарь не пожелал ибо был уверен в том что их все отпустил ему епископ а вот выйти раз на раз с вооруженным косой посланником загробного мира запросто долгое и напряженное противостояние простого смертного с вселявшим страх и ужас монстром заканчивалась победой первого мало того напоследок данте еще и порвал надвое летающую тряпку ее же костяной косой затем данте решал вернуться обратно в родовое имение к любимой женщине однако судьба распорядилась с ним довольно жестоко отца храмовника приговорили к смерти точным ударом распятия в глаз а молодая беатрис а именно так звали девушку главного героя пола от меча убийцы недалеко от дома возлюбленную данте словно ветер уносил с собой сам люцифер чем вызывал жесточайшее недоумение со стороны отважного рыцаря далее герой брал курс на расположенный неподалеку храм чтобы зарядить крест на котором он еще до крестового похода клялся в бесконечной любви и преданности беатрис распятие кстати это не только важный для тамплиера символ но и второе оружие позволявшие атаковать врагов с расстояния само собой священное место начинали активно атаковать демонические создания храм разрушался на глазах а под ним образовавшийся трещине танты в скором времени обнаруживал врата в ад куда и собирался отправиться спасать свою погибшую беатрис проводником по загробному миру становился умерший верджил он же вергилий римский поэт знавший о кровавых злодеяниях главного героя но решивший помочь беатрис в обмен на то что она замолвит за него доброе слово в раю так начинался затяжной и тернистый путь отчаянного тамплиера в самое сердце преисподней с благой миссии мир игры то бишь сам от как в литературном первоисточнике состоялось девяти кругов каждый из которых символизировал свой смертный грех первый круг на который данте отправился на огромном корабле именовался лимбом именно сюда попадали души добродетельных нехристиан различного рода праведников и некрещенных младенцев одним из видов врагов кстати действительно были вооруженные наручными клинками дети которые и выглядели жутко и проблем доставляли немало забавно что для создания этого типа противников а если быть точнее анимации передвижения использовали ребенка одного из разработчиков по заверениям авторов малолетний актер отлично справился задачей и помог специалистам по motion capture в нелегкой работе игровой процесс данта с инферно был практически идентичен геймплею корифея жанра слэша тех лет игры god of war одна кнопка отвечала за слабый но быстрый удар другая за сильный но медленный третья за дистанционную атаку крестом двойной прыжок блок захват противника все точно так же как в играх про спартанского полубога даже назначение стиков на геймпаде было тоже самое левый для передвижения а правый исключительно для перекатов как и кратос данте был способен использовать магию четыре активных слота под отдельные заклинания правда всего видов магии в игре было 8 какие-то герой получал при убийстве боссов или просто по сюжету а другие же нужно было приобретать самому ярость тоже присутствовала шкалы здоровья маны и ярости можно было увеличивать разве что в боги войны для этого приходилось собирать определенное количество специальных артефактов а в данте с инферно все это прокачивалась через меню апгрейдов данте мог улучшать свою силу по двум направлениям анхоли и холи другими словами порог и святость для этого нужны были души которые герой получал в основном за убийство монстров и активацию специальных фонтанчиков разбросанных по уровню это если что аналог сундуков из году фу но и уровне самих ветвей апгрейдов нужно было улучшать чтобы открывать новые способности и получать доступ к их покупке темная ветвь улучшения отвечала за проклятую магию и главное владение оружием ближнего боя а точнее комбо атаки которые герой был способен накручивать своей косой светлая ветвь соответственно за владение оружием дальнего боя то есть распятием и за священную магию увеличить максимальный запас хп маны и гнева позволяли оба направления но и по мелочи вроде контратак при успешном парирование и отражение части получаемого урона обратно врагу практически каждого противника можно было добить с помощью захвата двумя способами покарать костяной косой получив за это очки темной стороны ну и отпустить грехи распятием повысив уровень хорошей кармы в зависимости от выбора менялись кнопки которые было необходимо прожать для успешного добивания в самых разных уголках локации находились души исторических личностей вроде правителей разных государств древних мыслителей и мудрецов а также мифологических персонажей одним из первых кстати данте встречал понтия пилат причем в случае наказания уникального безбожника происходило банальное убийство а вот случае освобождения блуждающей души на экране появлялась специальная простенькая мини игра основанная на очищении жертвы от грехов количество которых потом умножалось на базовый бонус по ходу игры данте находил так называемые реликвии специальные предметы дававшие бонусы к урону повышавшие какие-либо характеристики или например ускорявшие восстановление и заполнение полосок здоровья маны или ярость был к слову и артефакт увеличивавший скорость взаимодействия с лечебными и другими фонтанами что в сражениях теоретически могло спасти жизнь многие из таких реликвий имели три уровня прокачки а улучшались сами по себе при убийстве врагов изначально данте имел всего два слота под реликвии дополнительные ячейки приобретались за души в качестве коллекционных предметов выступали знаменитые 30 серебряников иуды искариот данте с инферно не стала исключением и по канонам жанра состояла не только из нескончаемых сражений но и периодически предоставляла игрокам возможность по раскинуть мозгами над не самыми сложными головоломками и еще чаще полетать на канатах и полазать по стенам но и покататься верхом на огромных существах данте иногда самую малость тоже приходилось платформинг был в целом ничем не хуже и не лучше чем в других экшенах так что проблем с ним особых не возникало и если геймплей на данте с инферно удивить мог разве что абсолютно незнакомых с жанром игроков то визуал а точнее сказать дизайн локации и боссов был на действительно высоком уровне каждый круг ада был уникальным лимб первый круг был отправной точкой долгого и опасного пути в недра бездны боссом локации становился судья проклятых древний король минус голову которого данте предстояло провернуть через шипованное колесо коим он выносил свои приговоры в круге символизировавшим похоть виновные бесконечно вращались в смерче и бились оскалы местными врагами были монстры соблазнительницы а главными злодеями там выступали вызывающего вида клеопатра и обезображенный марк антоний а а а а а а а а а круг черевоугодия вообще сам по себе поражал своей отвратностью в хорошем смысле этого слова похожие на внутренности гигантского организма декорации огромные челюсти повсюду и зубастые черви норовившие сожрать данте при первой удачной возможности боссом уровня был большой трехголовый червь цербер а круг жадности был пронизан реками расплавленного золота а в конце данте ждал поединок с собственным отцом при жизни отъявленным крохобором и скупердяем который никогда не любил своего сына и кажется я знаю кто точно попал бы на этот круг после своей кончины в круге насилия а точнее в лесу самоубийц где люди совершившие суицид представали в образе проросших деревьев данте встречал свою мать которую считал погибший от болезни ну а чуть дальше бесплодной пустыне где находились богохульники молодой тамплиер встречался лицом к лицу с изуродованным и очень злым храмовником по имени франческо родным братом своей возлюбленной про каждый круг и конкретную локацию рассказывал высокопарным слогом мастер слова вергилий лор получился крайне интересным и умело переплетался с сюжетом игры призраки прошлого и конкретные личности возникали на пути главного героя неспроста игра именно поэтому называлась от данте к середине игры оказывалось что данте во время третьего крестового похода нарушил данную девушки клятву и биатрис не просто так попала в руки повелителя загробного мира вечная борьба со своими демонами и главное самим собой надежде еще хоть раз увидеть единожды преданную любовь тянулась красной нитью через все повествование с боссами в данте с инферно все вышло неплохо каждый из них требовал определенного подхода а бои зачастую делились на фазы понять подводные камни которых и было основной задачей единственное чем я был крайне недоволен это предпоследний круг ада отвечавший за обман там данте было необходимо пройти 10 испытаний подряд арены для которых и переходы между ними явно делались по принципу копировать вставить да и сами челленджи вызывали дикий анальный зуд особенно на высоком уровне сложности сделать комбо из ста ударов защитить безоружных от взрывающихся монстров не используя магию убить всех врагов перманентно теряя здоровье уничтожить всех противников сражаться не используя блок убить всех врагов не обнуляя счетчик комбо и так далее там еще и бонусы давали за быстрое прохождение испытания все это больше походило на какой-то отдельный соревновательный режим ну или по крайней мере на необязательный секретный уровень но нет этот сюжетный отрезок игры пропустить было невозможно забавно что в портативной версии для psp даже челленджей не было то есть каждая арена была просто площадкой для убийства врагов когда впервые проходил этот момент на psp примерно полчаса думал что или игра не доделано или я делаю что-то не так ибо эти однотипные арены шли одна за другой и даже не думали заканчиваться но все же финальный круг ждал дальше как и битва с самим люцифером для себя тут перепрошел на днях данте с инферно на playstation 3 и понял что игра на psp была по ощущениям намного проще уровней сложности кстати было всего 4 3 из которых доступны сразу а последнее по завершению игры ровно то же самое было в году вор впрочем учитывая все остальные сходства это меня уже не удивляло по моим личным наблюдением средняя то есть вторая сложность в данте с инферно намного выше средней сложности в первом и втором боги войны когда-то я проходил игру до финальных титров на третьей сложности на четвертой которая открывалась после прохождения даже не пробовал но думаю долго мои нервы в то время не выдержали бы после прохождения игры открывался режим с планомерной зачисткой комнат с врагами особого интереса он у меня не вызвал но пару раз я в него все-таки заглядывал время от времени ибо дополнительный загружаемый контент так и не удалось пощупать для данте с инферно выходило несколько небольших dlc одной из которых под названием trials of saint lucia вводила редактор уровней карты с уничтожением волн врагов можно было создавать самому и загружать в сеть или играть в уже созданные другими членами сообщества также дополнение вводила в игру кооперативный режим опять же для коллективного истребления проклятых тварей и нового героя собственно святую луцию я в дополнение не играл а сейчас их в российском ps store просто-напросто нет как и самой игры которую мне пришлось покупать на физическом носителе вообще в 2010 году данте с инферно было модно обвинять в плагиате механик у бога войны было опубликовано огромное количество обзоров самым популярным критическим замечанием которых был монотонный и повторяющийся игровой процесс второй половины игры когда новые типы врагов и способности героя переставали появляться новые комбо интересные их слишком мало если сравнить с той же bayonet и фразы меньше компания которая только умеет что заимствовать заимствование эти данте с инферно реализовалась из рук вон плохо максимум 6 половины баллов того что в ней есть совершенно однообразный геймплей естественно не обошлось без скандалов и порицаний со стороны некоторых групп лиц что в общем-то неудивительно учитывая специфику проекта компания visceral games и раньше сталкивалась с критикой еще во времена разработки первого dead space которые любили сравнивать с resident evil 4 а я вот например считаю что в первых уровнях мертвого космоса хоррора было больше чем во всем четвертом резики при всем уважении к последнему с данте с инферно все конечно сложнее electronic arts не упустила шанса заработать денег на хорошие идеи и на людях не игравших в игры так на физических носителях вышел анимационный фильм данте с инферно сделанный по мотивам игры и имевший практически полностью идентичный сюжет рекомендую ознакомиться если не смотрели уж тем более если не играли в игру мультфильм получился очень жестоким стильным и самобытным над ним одновременно работали к слову сразу несколько студий в марте 2010 года буквально через месяц после релиза приключений рыцаря тамплиера данте на playstation 3 вышел третий бог войны который превзошел творение американской компании visceral games по всем параметрам включая графику до сих пор не понимаю почему данте с инферно так и не выпустили на пк особенно учитывая не самый высокий уровень продаж на консоли выпуск игры на персоналке мог бы дать вторую жизнь проекту финал игры равно как и финал анимационного фильма мало того что не ставил точку в истории но и прямо намекал на сиквел буквально продолжение следует перед финальными титрами и вот уже десять лет прошло с момента выхода данте с инферно и два с половиной года с момента закрытия студии visceral games которая силами издателя и эй была ликвидирована в октябре 2017 года из-за стремления руководства компании направить силы и средства своих студий на создание открытых миров которые можно легко монетизировать все это время тысячи поклонников оригинальной игры ждали продолжения хотя разработчики никаких обещаний не давали в 2014 и в 2018 появились две фанатские краткометражки по мотивам игры ну как фанатские в их создании принимал самое непосредственное участие один из крутейших аниматоров по имени тал пелек который в прошлом был старшим аниматором всем известной компании но те док ролики стали частями серии дантес редэмпшн и вполне могли бы сойти за полноценные трейлеры сиквела во втором даже кратос засветился сегодня в дантес инферно можно поиграть во первых на playstation 3 во вторых на xbox 360 причем благодаря обратной совместимости проект есть и на xbox one имеет там увеличенное разрешение и походит на полноценную ремонтированную версию ну а в третьих есть возможность запустить игру на эмуляторе psp ну или на самой psp если она у вас конечно есть сложно сказать увидим ли мы когда-нибудь продолжение данте с инферно игре однозначно нужна была вторая часть с большим бюджетом новыми идеями и качественной работой над ошибками сейчас довольно благодатное время для эпичных экшен слэшеров с гигантомании тот же новый году вор при всех своих достоинствах уводит серию немного другое русло в общем сейчас достойный мультиплатформенный сиквел истории о тамплиере по имени данте мог бы найти свою аудиторию соскучившуюся по играм такого жанра спартанец кратос начинает новое приключение на консоли от сони ну а хромовник данте продолжает оставаться тут